Фан Интертеймент представляет Мукатас Халикова, Бахадыр Нышанов, Ильяр Насыров, Сахдияна Азимова, Азиза Якубова, Мадина Нигматуллаева, Шахзот Султанов, Абдурасул Натирадзинов, Зебо Халикова, Хумаюн Фаттахов, Машхура Зульфикарова и другие. Журналист. Прошу. Я сейчас, две минутки, хорошо? Ты вообще соображаешь, что делаешь? Шухрат узнает, он убьёт его. Что это значит? Лучше давай уйдём. Сиди спокойно. О-о-о, для начала неплохо. Что неплохо? Дурочка. Я сейчас приду. Может, я пока уберу цветы? Уберите. Итак, что будем заказывать? Послушайте. Что вам нужно от Умиды? У неё есть парень. Я не терплю лжи. И она тоже. Что на неё нашло, я не понимаю. Вы вообще в курсе, что она обманывает своего парня и встречается с вами? Это всё очень плохо. Бог прощает обман во благо. А может, всё к лучшему? У неё есть любимый. Я плохо объясняю. Я знаю. Мы просто хотим быть друзьями. Хм. Парень с девушкой друзья? Я в это не верю. Не может быть. Почему же? У меня среди девушек есть друзья. Но у меня среди парней нет друзей. И не будет. Вы всегда такая дерзкая? Да, это так. Какая есть. Послушайте, вообще, какое вам дело до меня? Когда вы злитесь, вы становитесь ещё красивее. Какие избитые слова. Вместо них нельзя было подобрать что-то более современное, а? Думаете, что я с вами флиртую? А я, по-вашему, похожа на дурочку? Почему вы такая упрямая? Если вы будете так разговаривать с каждым парнем, когда вы выйдете замуж… Ой, только вы остались, кто об этом не думает. Если я останусь без мужа, пусть это вас не волнует. Вас это не касается. Шерзот, спасибо за цветы. Как вы узнали, что мне нравятся именно эти цветы? Я догадался. Что будем заказывать? Спасибо. Значит, в этом году вы заканчиваете учёбу. Где потом собираетесь работать? Конечно, на телевидении. На каком канале? Пока мы точно не знаем, на какой канал возьмут. Туда и пойдём. Правда? Подай заявку нашего жениха и невесты. Будешь как Саада Шарипова. Посмотри. Здравствуйте, мама. Здравствуй, сынок. Как ты? Да. Всё в порядке? Да, всё в порядке. Твоя сестра едет с подругами. Вот к этому и готовимся, сынок. А с чего это вдруг? Обычно подруги приезжали на её день рождения. Ой, это же твоя сестра. Она соскучилась по мне. Вот и едет. В кишлаке, оказывается, открывается завод. Меня хотят взять на работу. И зарплата там хорошая. Даст Бог, я сам выдам сестру замуж. Пусть сбудутся все твои мечты, сынок. Спасибо, Шерзот. Вы прекрасный человек. Рада была познакомиться. Я тоже. Какие планы на завтра? Сегодня мы поедем к нам в паркент, а потом вернёмся завтра к вечеру. А машина есть, чтобы туда ехать? Не беспокойтесь, у нас есть машина. Ладно. Хорошо. Мне пора. Спасибо. До свидания. А ты куда? Выйду. Когда есть готовое бесплатное такси, ты собираешься ехать на автобусе со своими цветами. Шерзот отвезёт. Не так ли? Обязательно. Спасибо, не надо. Сиди же, дура. Счастливо. Хорошо. Убью. Наргизопа! Наргизопа! Сейчас. Вы дома? Умида Хон. Здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо, как у вас? Спасибо. Девочки дома? Да, дома. Сейчас позову. Шахло Зебо. Что, мамочка? Что, мамочка? Умида Апа пришла. Спускайтесь. Сейчас. Сейчас спустимся. Умида. Да. Если вы не против, у меня есть вещи, которые я надевала всего два-три раза. И если вас это не обидит, я бы хотела вам их отдать. Ну что вы, Наргизопа, мне не на что обижаться. Дай Бог и мне быть такой матерью, как вы. С удовольствием буду носить. Спасибо. Тогда я сейчас принесу. Хорошо. Здравствуйте, учительница. Здравствуйте. Садитесь. Сегодня выполнили домашнее задание. Да. Цветы возьмите. Спасибо. Не стоит благодарности. Ого. Откуда столько цветов? Уми купила маме и сестрёнке. Она никогда не покупала маме и сестрёнке цветы. Когда она придёт, сама спросишь у неё, зачем взяла, за сколько? А что случилось? Блоха укусила? Тебе-то что? Оса укусила. Блоха укусила. Все укусили. Кстати, сегодня обед будешь готовить ты. А то каждый день я готовлю. Но мы же уезжаем. К твоему сведению, в этом доме кроме нас ещё живёт одна женщина. Мы не можем её оставить голодной. Ну хорошо. Куплю пельмени и сварю. Делай, что хочешь. Девочки, вы ещё не готовы? Машина уже приехала. Всё, я сейчас пристегну и всё. Ты собрала вещи, которые я сказала? Да, я всё приготовила. Ой, что это? Одежда? А где ты взяла? Наргизопа дала все свои старые вещи мне. Какие красивые. Она такая худая? Такая худая, Наргизопа. Раньше она, оказывается, была такая худая. Дуньё... Мы можем один букет взять для мамы? Да, конечно, это же твои цветы. Эй, давай быстрее. Опаздываем. Сейчас, посмотрю. Я уже готова. Интересно, что там ещё есть? Кто есть? Тётя? Тётя? Здравствуйте. Ой, какая ты моя сладкая. Привет. Здравствуйте, тётя. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Как дела? Как вы? Как самочувствие? Как ваши дела? Всё хорошо? Здравствуйте, тётя. У вас всё хорошо? Здравствуй, доченька. Всё в порядке. Здравствуйте, мамочка. Ну как вы добрались? Доченька моя. Это вам. Мне? Да. Вам? Подарок. Какие красивые. Спасибо большое. Ну, это подарок. Подарок, говорите. Спасибо. Ну, заходите в дом. Идёмте. Какие же они красивые. Дорогой, посмотрите. Ваша дочка приехала. Здравствуйте, папочка. Ой-ой-ой, моя доченька, моя сладенькая. Проходите, девочки, проходите. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. А, здравствуйте. Добро пожаловать. Аминь. Пусть будет мир и покой, здоровье и благополучие. Аллах прежде всего. Как вы, дядя? У вас всё хорошо? Не устаете? Спасибо. Как самочувствие ваше? Всё нормально? Как ты сама? Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. А ты как дочка, у тебя всё нормально? Спасибо, хорошо. А вы как, не скучаете? Вы почему так похудели? Да, четвёртый курс, дипломы, экзамены и так далее. Ну, учёба – это хорошо, но и кушать же надо. А как ты, моя доченька? У меня всё хорошо. Я так по вам соскучилась, папочка. И я соскучился, дочка. А вы знаете, зачем мы приехали? Как зачем? Потому что соскучились. Что за причина? То, что соскучились – это правда, но есть другая причина. Какая причина? Какая причина? Молчи. Завтра к Умиде приедут сваты, а потом, даст Бог, летом будет свадьба. Правда. Что? Сваты приедут? Вот это да, вот это новость. От кого? От нашего однокурсника Шухрата. Очень хороший парень. Не пьёт, не курит, очень умный. Кроме того, уже четыре года ему нравится наша Умида. Но наша Умида не обращает на него внимания. Вот так. Ой, дядя, мы еле как уговорили Умиду приехать. Заупрямилась. Говорить не надо, ничего. Не поеду. Уми, скажи сама. Точно. Так и есть. Где ты ещё найдёшь такого парня, правда же? Да. Молодцы. Давай сюда. Давай. Вот так. Так, девочки, вставайте. Пошли. Надо руки помыть. Тётушка, мы сейчас руки помоем и придём. Хорошо. Мать, интересно получается. Да. Ты ж что так рано встала? Всё равно воздух у нас в кишлаке особенный. Мне хочется насытиться этим воздухом. Особенно объятиями моих родителей, их запахом. Как же странное ощущение. Будто бы завтра со мной должно что-то произойти. Ты что, с ума сошла? Или встала с левой ноги? Ты выходишь замуж. Не за границу, а всего лишь в двух шагах от Ташкента. В любое время можешь приехать. Не знаю. Всё равно как-то странно. Что придётся из дома, где я родилась и выросла, переехать и стать невесткой в совсем чужой незнакомый дом. Чем больше об этом думаю, тем больше страшно. Почему ты боишься? Это же счастье. Знаешь, сколько девушек бегают за шухратом? А этот бедный парень четыре года ждёт тебя. Понимаешь? Эх, Дуньё, Дуньё. Тебе этого не понять. Почему это мне не понять? Кто это в такое время? Алло. Умидо? Я не Умидо. Я Азиса. Кто это? Извините, а где Умидо? Сейчас. Она что, спит? Нет. Сейчас позову. Анора? Анора? Что? Встань. Сестре твоей звонят. Вынеси ей телефон. Спокойно поспать не дадут. Мама, где сестра? Ты встала, дочка? Девочки ещё спят. Иди разбуди их. Завтрак готов. Будем пить чай. Хорошо. Если я не разбужу Азису, всё придётся делать самим. Сестра, вам звонят. Кто? Не знаю. Алло. Умидо, это я, Шерзот. Здравствуйте, Шерзот. Как вы? Да, спасибо. Вы сегодня во сколько вернётесь? Думаю, часа в три-четыре. У меня есть билеты на концерт. Подумал, может, вы захотите пойти? А чей концерт? Шахрухана. О, как здорово. Ладно, мы пойдём. Хорошо, концерт начинается в семь. Я вас заберу в шесть тридцать. Договорились? Договорились. До встречи. Хорошо. Слушай, дорогой. Нет, я не сплю. Уже встала. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю. Вернусь ближе к вечеру. А что? Хорошо. Что приготовить на ужин? Хорошо. До семи буду дома. Ази, ты уже встала? Да, встала. А как вы спали? Да, спасибо. Почему так рано? Возьми полотенце. Иди умойся. Спасибо. Амидо, во сколько вернёмся? Думаю, часа в два-три вернёмся. Хорошо. Мне надо съездить к тёте. Ой, заходите. Здравствуйте. Здесь живёт Умидахон. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Хорошо добрались. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Спасибо, всё хорошо. Заходите, пожалуйста. Идёмте. Проходите, пожалуйста. Окончив учёбу, племянник поедет за границу повышать квалификацию. Там у него брата фирма. Поэтому летом мы хотим племянника женить. Всё-таки, если за границей рядом будет жена, она будет его поддерживать и заботиться. Так видишься? Правда? Да. Умида тоже многие сватают. Но мы всем отказываем. Хотим, чтобы она окончила учёбу. Но она девушка. Может быть, стесняется говорить. Не знаю. Но до сих пор она о Шухрате ничего не говорила. Если молодые друг другу нравятся, ну, что же мы можем сказать? Ну, да. Если так, мне надо посоветоваться с её отцом. Что скажет отец? Потом мы дадим ответ. Ну, что же, я сижу. Сейчас я принесу чай. Сейчас. Не стоит. Сейчас. Ты слышала? Боже мой. И что она так хвалит свою дочь? Видите ли, многие её сватают. Если так много сватают, что её держать? Делать из неё старую деву? Эта девушка с утра до ночи звонит. Она вскружила ему голову. У меня же есть подруга Салима. Я приметила её дочку. Такая хорошая, обеспеченная. Что ей говорить? Прекрасная семья. А Шухрат уперся. Женюсь только на ней, говорит. Ты только посмотри на всё это. Господи. Ну, сестра, её мать не похожа на плохую женщину. Не зря говорят, хочешь взять невестку, посмотри на её мать. Оставь, ты что не видишь? Она себе на уме. И что я должна брать её дочь? Они его приворожили. Ты ничего не знаешь. А я знаю. У них сильные специалисты в этом деле. Добро пожаловать. Всё хорошо? Да, всё хорошо. И вам здоровья. Спасибо. Ну и как, мама? Всё получилось? Договорились? Они сказали, что поговорят с отцом. А потом дадут ответ. Корчат из себя. Ты только посмотри на их дом. Если пнёшь, рассыпается. Не ценишь ты себя. Сколько людей хотят отдать из тебя свою дочку, боже мой. Ещё опозоримся. Может, нам самим придётся покупать мебель. Мама, мебель купим сами. Что бы ни было, она же будет жить в нашем доме. И вообще, мама, у Миды очень хорошая девушка. Вы бы хоть раз увидели её, она точно вам... Да ладно, хватит. Поехали. Поехали. Хорошая девушка. Она такая же, как её мать. Хорошо. Ну что, доченька? Похоже, это очень образованная, приличная семья. Что скажешь? Мама, я не выйду замуж за Шукрату. Почему? Оказывается, я сама повисла на шею её сына. Наоборот, он четыре года за мной ходит. Если они позвонят, скажите, что отец против. И потом, я пока не собираюсь замуж. Господи. Они нам не ровнее. Ровнее с ровнее. Мешок с кисяком. Ну что ты говоришь. Мне понравилась семья. Видно, хорошая. Образованная, тактичная. Мама. Но ведь и у нас есть гордость. Я за него не выйду. Сыночек, куда собираешься? Мама, как я выгляжу? Выглядишь отлично. Девушкам понравлюсь? А ты случайно не влюбился, сынок, а? Нет, я просто спросил. Да ладно. Разве можно обмануть маму? Посмотри на меня. Ведь ты всё же влюбился. Да, я влюбился. И кто же эта девушка? Какая она? Её зовут Дунья. Она такая же упрямая, как вы. Где вы познакомились? Мам, я опаздываю. Когда вернусь, поговорим. Ну скажи, пожалуйста. Мама, потом расскажу. Потом. Скажи, кто её отец, кто мать. Мама. Учится, работает, где живёт. Мам, я опаздываю. Я схожу, потом сядю и всё, поговорим. Скажи, сынок, показник. Ну ладно, иди. Хороший тебе прогулок. До свидания. Вечер добрый. Как вы? Здравствуйте. Хорошо добрались? Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Надеюсь, у вас не было никаких дел. Нет, наоборот. Хорошо же. Правда, Дунья? Да, точно. Отдохнём. С удовольствием прогуляемся. Будет здорово. Да, подруженька. Особенно, когда Шухрат обо всём узнает. Вот. Это наши места. Давно мы не были на концерте. Да, очень красиво оформили. Да. Я сейчас. Алло. Ты где? Я дома, а где мне ещё быть? Я тебе звонил, почему не ответила? Я не слышала, только сейчас увидела. Выходи, я хочу к тебе приехать. Семь часов? Не выйдешь? Почему ты стала такой? Ладно, я не могу сейчас говорить. Завтра поговорим, когда увидимся. Дунья, Шухрат сказал, что ездит ко мне. Ты что, уйдёшь? Мне придётся поехать домой. Ой, а что я буду одна здесь делать? Ширзот, меня мама позвала. Извините. Приятного вечера. А, ладно. Хорошо, хорошо. Да, ничего не поделаешь. Уж так получилось. Дорогая, как ты не скучаешь? Здравствуйте. А? Как добрались? Давайте помогу. Снимите клоу. Что ты приготовила? Вы же сами просили плов. Я приготовила. Очень хорошо. Я помоюсь, потом будем кушать. Хорошо. Спасибо. Не за что. Хорошего отдыха. Ой, Уми. Ты дома? Подруженька моя. Спасибо. Ты гладишь мои вещи? Ты не встретилась с Шухратом? Нет. Не встретилась. Почему? Что произошло? Ничего. О чём мне с ним говорить? Ты же слышала, что говорила его мать. Оказывается, я не оставляю в покое её сына. Пусть законсервирует его. Завтра я ему верну все его подарки. Вот увидит. Послушай, ты из-за Шерзота хочешь отказаться от своей любви? Ты этого парня хорошо знаешь? Ты хочешь поменять парня, которого знаешь четыре года, на него? Я знала, что когда-нибудь этот день настанет. Его мать меня никогда не примет. Ровнее с ровней. Всему есть предел. Надеюсь на Шерзота. Ты сейчас совершаешь большой ошибку. Ладно, хватит. Во-первых, Шерзот полюбил не меня, а тебя. Как это? Во-вторых, Шерзот не такой уж плохой, как ты думаешь. Ты не знаешь, что он тогда мне в метро сказал про тебя. Что он сказал? Он сказал, что влюбился в тебя, что уже несколько дней следит за тобой, и что без моей помощи он к тебе не может подойти. И попросил ему помочь. Я ему помогла. Как это? Вот так, подружка, вот так. Поговори с ним. Испытай, может быть, на самом деле он является твоей судьбой? А, значит, во дворе ты насчёт счастья... Да, наконец-то до тебя дошло. Может быть, я буду способствовать твоему счастью? Ничего подобного, прекрати. А ты помнишь две недели назад? В следующей серии Самой красивой девушке, которую я встретил в своей жизни. Самые красивые цветы похожи на неё. Вот если я сейчас перекину со своего телефона фото, тогда вы ответите. Пусть все услышат. Эта девушка встречается с человеком, у которого есть семья. Да, дом на Арматоке. Скорее, скорее звоните. 02 или 01, какой там номер, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok